Друзья, всем привет! Сегодня мы обсудим, а точнее поговорим о топ-5 самых нелюбимых картах, которые в целом ненавидят многие игроки. Почему же так вышло? Да, часть пишет на несправедливый балансировщик, на невезение в бою и постоянный ВБР в игре. Но на самом-то деле проблема чуть ближе, вся суть слитых боев на данных картах кроется в игроках, которые по той или иной причине не хотят действовать правильно и едут совершенно в неправильном направлении. Хочешь, чтобы у тебя были победы на данных картах? Тогда обязательно прожми лайк под этим видео, а мы разберемся, какие ошибки совершают игроки и почему даже я не люблю данные карты. Поехали! Итак, на пятом месте карта Каньон. Играя на тяжелом танке, попасть в просаг вообще не сложно, особенно если попадать с неадекватными тиммейтами на средних танках, которые отказываются светить центр, держать направление и пока тяжелые танки прорываются в городскую часть карты, вражеские СТ дают свет и начинают плотно вести по вам огонь. В итоге давить вперед на ТТ довольно сложно, впереди уже ждут тяжелые танки противника, а с центра карты поливают тяжелый шквал из вражеских снарядов. На данной карте все предельно просто, победа зависит целиком и полностью от сплоченности всей команды. Запомните, средние танки едут светить центр, либо ЛТ. Конечно же, танки с крепкой башней и хорошими УВН смогут дамажить и щекотать нервишки противника. Знаете, если балансировщик дал вам чуть меньше СТ, вы можете на подвижной ПТ-САУ с башней и хорошими УВН поддержать своих тиммейтов. Для чего я снимаю подобные видео, чтобы новички хоть немного понимали свои ошибки, чтобы Блиц был командной игрой, а не так. О, в нашей тиме статисты. Все, пойду утоплюсь. На четвертом месте карта канал. И здесь, как большинстве не коридорных карт, очень важно определенное направление. Зачастую это направление средних танков. Ведь благодаря СТ вы узнаете, в каком кусте сидят вражеские ПТ-САУ, по которым смогут работать союзные тяжелые танки. Также данный перевес очень важен для тяжелой техники. Стоит целить СТ направление, как тяжелым танкам сразу в тыл заезжает быстрая техника, которая будет крутить тяжей, а вражеские ТТ подъедут добивать потерявших рассудок ТТ-шек. Итак, что сейчас в голове у новичка? Итак, в начале боя обязательно нужно смотреть, в какую сторону есть перевес. Если средних танков во вражеской команде будет больше, то здесь нужны хорошие метки ПТ-САУ, которые вас прикроют. Либо по договоренности команды, один из быстрых тяжей приехал в поле, чтобы помогать средним танкам. Зачастую многие сливы в игре только из-за эгоистичных отношений между игроками и нежеланием быть единым целым и играть как команда. Тяжелые танки в свою очередь поджимаются к центру, ждут за укрытием засвета ТСТ и работают по вражеским ПТ-САУ. Здесь самое главное выждать и не ехать на пролом на ТТ. На третьем месте карта Порт. И эту карту я, мягко говоря, ненавижу. Потому что если вы адекватный игрок, то определенно едете союзными средними танками держать поле. Вы пишите в общий чат. Все в поле! Вы сражаетесь, словно тигр, нет, словно стальной лев и пытаетесь не дать заехать средним танкам в тыл вашим союзным ТТ-шкам. Обычно, если игроки попались адекватные, сзади кроют тяжелые танки, а в начале респа стоят союзные ПТ-САУ и работают по врагам. И вдруг вы начинаете чувствовать, что-то идет не так, что перевес явно у вражеской команды, но вы не стояли на месте. А дамажили, дамажили вновь и вновь. Как итог вас убивают. И тут вопрос. А где все? А ваши тиммейты тем временем на протяжении боя втроем не могут разобрать одного полушотного противника. Дальше рассказывать смешно. Поле в итоге продавили, а неадекватные игроки в городе решили остаться рассматривать красивые пейзажи на карте, дождались, когда приехала быстрая техника и словно ветром снесла все на своем пути. Все очень просто и банально. На карте Порт обязательно нужно стадом ехать в поле. Здесь проходит 90% решающих сражений. Если слить поле на карте Порт, то дальше исход боя настолько очевиден, что его только в упор не увидит 40% игрок, который постоянно ездит сливать бои в порт. Вот примерно за это я и не люблю карту Порт, как и предыдущая. На втором месте карта Кастилья. И как же у меня горит от игры на этой карте? Вы просто не представляете. Попадая на эту карту на тяжелом танке, вам не остается ничего иного, как просто стоять и дефить, другим словом держать направление и не двигаться вперед. Средние же танки должны взять высоту. А дальше дело за малым. СТ заезжают врагу в тыл, подсвечивают ПТ-САУ и ТТ, а вы тем временем, дождавшись инфы, работаете по ПТ-САУ или, если видите, что здесь только одни ТТ, едете давить свой фланг. А в итоге из боя в бой вы надеетесь на средние танки. А видите, вот таких вот тиммейтов. Боец, куда ты полез на СТ? У меня просто слабое устройство. И вот от таких постоянно сливных боев, от таких тиммейтов, которые не пойми, что творят, играя на средних танках, горящая жопа пролетает между созвездием Венеры и Плутона. Да, вы, конечно же, можете пытаться продавить данное направление на ТТ, но если тупо поехать в лоб, то прилетит от всех вражеских ПТ-САУ, которые сидят в кустах. Уж поверьте. Нет, играя на СТ, я люблю данную карту. В остальных же случаях все очень сильно зависит от тиммейтов. И да, дальний респ я сама больше не люблю. Он слишком открыт для прострела и довольно командозависим. Пишите в комментарии, у кого тоже горит от данного респа. А вот какая карта на первом месте? Давайте лучше напишите в комментариях, дорогие подписчики. Вам, думаю, точно виднее и в целом очень интересно почитать ваше мнение, какая карта самая сложная в игре и отчего же так бомбит и подгорает пятая точка. Ну на этом у меня все. Не забудь прожать лайк и дернуть колокольчик. Не-не, другое место не дергай все-таки. Там мало. Напишите топ-5 самых сложных карт на свое усмотрение. И самое главное, друзья, играйте только в качественные игры, если вам, конечно, есть чего играть. Субтитры подогнал «Симон»